Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru Я сейчас нахожусь в Хургаде, давайте вам расскажу, когда лучше ехать, отдыхать в Египет, какая здесь погода, сезон, когда лучше цены и тому подобное. Итак, сразу скажу, лучшие месяца для отдыха в Египте – это апрель, май, со второй половины сентября, октябрь и ноябрь. Ну, возможно, еще вторая половина марта, но вот я, например, попал во второй половине марта, как раз только заканчивали дуть ветра, так что вам может не повезти. Когда лучше не ехать в Египет? Смотрите, то есть, как вы поняли, самое лучшее время для отдыха в Египте – это весна, со второй половины марта, ну, я бы сказал, с апреля, потому что вот я приехал, например, во второй половине марта, как раз ветра начались, с другой стороны люди говорили, что в первой половине марта они не дули, и было здесь очень тепло и хорошо. То есть, мне, наоборот, не повезло. То есть, весна и осень – самое классное время для отдыха в Египте. Смотрите, вот и очень часто многие, например, люди смотрят на погоду и говорят зимой, да классно, днем 23 градуса, допустим, в том же марте или в феврале. Но, смотрите, в Египте начинают где-то со второй половины декабря дуть ветра, особенно они очень сильно дуют, январь-февраль и плюс 25, я это тоже прошел про себе в ноябре. Ветер очень сильный, идет, как бы даже сказать, просто песок. Вот дождя тут нет, тут дождей никогда не бывает. Это пустыня, здесь 365 дней в году светит солнышко, но могут прям ветер дуть, сережаки сносят. Идут песчаные бури, и хотя на градуснике плюс 23, вы будете ощущать, как плюс 16-17, купаться совершенно некомфортно, что я также ощутил на себе. Поэтому будьте внимательны, смотрите на сезон ветров, который в Египте. И январь-февраль где-то заканчивается в середине марта. Ну, и может зацепить вторую половину декабря. Летом в Египте очень-очень жарко, температура воздуха 35-40, температура моря. Особенно июль-август тоже уже даже некомфортно. Особенно если вы попадете в самое пекло в июле или августе, заходите в море, а вода нисколько не дает вам прохлады. Еще июнь, например, можно поехать, особенно первой половине. Вода в море где-то 26 градусов. Зимой температура воды в море не опускается ниже 18-20 градусов. Но купаться очень некомфортно. Сразу вот еще такой момент. Шарм-эль-Шейх чуть южнее находится Хургады, там на пару градусов теплей. Если вы хотите все-таки зимой поехать купаться в море и рассчитывайте на пляжный отдых, почему едут многие именно зимой, то что цены очень-очень хорошие, прям очень дешевые туры получаются. Особенно когда есть прямые рейсы, не было этих проблем со сбитым самолетом и закрытием Египта и перед прямых рейсом в Хургады и Шарм-эль-Шейх, получается очень-очень дешевые. Но если вы хотите ехать, вот едете, допустим, в первой половине марта, в второй половине декабря, когда может быть сезон песчаных бурь, выбирайте отели, которые расположены в бухте и закрыты от ветра. То есть читайте отзывы. Плюс Шарм-эль-Шейх, в нем теплее на пару градусов, и он более защищен от ветров, чем Хургады. То есть если вы хотите, вот я как раз зимой ездил именно купаться в Шарм-эль-Шейх, то в Хургаде зимой купаться практически нельзя. В Хургаду зато и зимой очень классно ехать с туристическими экскурсионными целями, потому что цены вообще очень самые-самые низкие. И именно не жарко гулять по пустыне, по историческим местам. Например, из Хургады близко добираться в Люксор. В Каир, в принципе, Шарм-эль-Шейх и из Хургады одинаково. Из Шарм-эль-Шейх 6 часов, из Хургады 5. Ну, то есть на час подальше из Шарм-эль-Шейха. Но в Люксор, например, из Шарм-эль-Шейха только самолетом. Это очень дорого. А из Хургады можно спокойно доехать. И многие, например, используют это время для поездки по интересным историческим местам и достопримечательностям. И едут в Хургаду. Не, вот мне... Когда ты идешь в Египте, тебя умудряются даже видеть, что ты записываешь видео, что-то попытаться продать. Вот. Сбили немножко меня с мысли. Смотрите, если вы едете летом, то рассчитывайте, что будет очень-очень жарко. Вы будете проводить время все либо на пляже, либо в тени, либо в отеле с кондиционером. Ну, я не рекомендую в это время ездить. Сам не ездил никогда, потому что очень-очень жарко. В зимний период, например, весной, вот в марте. Вот сейчас я схожу в футболочки. Вот как раз закат солнца. Я уже надеваю, допустим, кофточку. А вечером я могу ходить даже надеть, то есть, легкую куртку, спортивный костюм и легкую куртку. Так как Египет находится в пустыне, перепад температур тут достаточно сильный. То есть днем 25 градусов, вечером будет 16-17, например, часов в 11 вечера. И да, я даже буду гулять в легкой куртке. Если едете в зимний период, учитывайте это. Вообще, чем хороший Египет, я уже вам сказал, давайте я вот развернусь, пойду в обратную сторону, что здесь 365 дней в году солнце. То есть тем, кто хочет уехать из нашей слякотной погоды на солнышко и необязательно пляжный отдых, можно рассмотреть для экономии денег как раз зиму, март и первую половину декабря. А во второй половине декабря цены уже повышаются, потому что идет сезон, новогодний сезон. Но как раз если ехать в Новый год и рассчитывать попасть на море, то езжайте в Шар-Ман-Шейк. Третий, давайте подведем итог. Лучший месяц для отдыха в Египте, когда нет еще изнуряющей жары, уже теплое море. Классно купаться, отдыхать, и нет ветров. Это апрель-май и сентябрь, со второй половины сентября, вторая половина сентября, октябрь-май. Можно еще попробовать в первой половине декабря и второй половине марта. Если хотите самые дешевые цены, то езжайте зимой, но выбирайте отели, защищенные от ветров. Например, рассчитывайте, что на море вам побыть удастся только, например, днем, где-то с 12 до 2. Остальное время будет прохладно. И это время очень подходит для любителей экскурсионного отдыха, для поездки на пирамиды в Гизу, для поездки в Люксор. Например, из Шар-Ман-Шейха можно съездить в Орданию, в старый город Петра, в Израиль, потому что Шар-Ман-Шейх находится на границе с Орданием, с Израилем. Но для купального отдыха это время не подходит. И если зимой, то в Шар-Ман-Шейх, а не в Хургаду, для того, чтобы отдыхать на пляже. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов с сайта visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Вот здесь вот не забудьте нажать кнопочку подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok